Это было летом. В Москву приехал Рост и предложил сходить на выставку, найти Бэнкси. Проходила она на ВДНХ и каким-то очень интересным образом организаторы вышли на Рост с предложением приехать и поснимать репортаж об этом мероприятии. Разумеется, билеты халявные. Он как раз в это время путешествовал и заскочил в Москву ради этого. Когда я туда шел, я не ожидал увидеть что-то конкретное. Ну, если сейчас вспоминать вот так, то выставка действительно оставила у меня смешанные впечатления. Об этом сейчас по-порядку. Вот что-то стало. Так они как-то расположены очень странно. Вот смотри. Вот, ну здесь смотри, вот здесь табличка даже на топу. Да. Для меня Бэнкси фигура значимая. Ведь именно после его фильма, выход через сувенирную лавку, я вообще заинтересовался стрит-артом. Поэтому, как только оказался в павильоне, оторвавшись от всех залпом, пробежал всю экспозицию. Выставка состоялась на двух этажах. Пробежав все два, я понял, что это реплики. То есть, я не вижу ни одного оригинала. Сначала я подумал, что это какая-то ерунда. Типа, я, наверное, ослеп, как бы, и просто не распознаю. Некоторые вещи нарисованы от руки. Да. Но это просто реплики. То есть, какого-то чела наняли, который нарисовал по похожим трафаретам. Наняли ребят, скульпторов. Они сделали скульптуры. Мы, когда разговаривали с менеджером, она сказала, что художники сняли 3D-мерки. То есть, там, заморочились, отлили все это. Разумеется, первым делом я знатно бомбанул. Мне показалось, что делать выставку о художнике, не имея ни одного оригинала, при этом, не факт, что он вообще дал на это свое согласие. Мягко сказать, не совсем правильно. Возможно, я, конечно, что-то не понимаю. Сейчас больше вопросов, чем ответов. Я не хочу сказать, что изделия сделаны как-то халтурно, но пока ты смотришь на все это, не покидает ощущение, как будто ты смотришь на какую-то китайскую подделку. По факту это, наверное, так и есть. Так можно выразиться. Но со временем я немножко подутих. Паукан у меня подуспокоился. И я рационально посмотрел на эту ситуацию. В общем, в целом, на эту выставку немножко переосмыслил. Я повнимательнее, конечно, отнесся и к вывеске, и в концепции, в принципе, разобрался. Это не совсем выставка Бэнкси. Эта выставка там написана черным по белому, по мотивам Бэнкси. То есть они взяли его работы, сделали копии и показали копию. Самое забавное, что как только Рост надел свою маску, его сразу же спарили пару мелких пацанов и начали докапываться до него с разными вопросами. Сколько жмешь? Мне кажется, чем ты занимался. Я вообще не жму на низку. Пойдем. Пойдем. Тебя? Сейчас узнаешь? Да не знаю, как часто, не часто. Собственно говоря, это и есть целевая аудитория канала «Отмоски». Подожди, нам нужно фоткать. И тут до меня дошло. Абсолютно точно, что не все ведь шарят за Бэнкси. Может, конечно, о нем что-то и слышали, но львиная часть его работы прошла мимо него. И вот как раз для таких людей вот эта выставка. Здесь можно в полной мере ознакомиться со всем творческим путем Бэнкси. С аудио и видео пояснениями. По факту мы просто видим хорошие копии работ в разных, конечно, масштабах, которые могут даже не соответствовать оригиналу, но тем не менее это в одном месте. И так собрано целостно. То есть, если идти туда ради истории, ради погружения, то это все работает. То есть, ты заходишь от начала и до конца, ты видишь, что все, в принципе, сделано с любовью. Хороший свет. Очень понравилось, как выставили освещение. То есть, все подсвечено правильно. Копии хоть и сделаны, конечно, как-то топорненько, но они сделаны, они вписаны. Там хорошие локации собраны, очень интересные. Да, это бы хотелось отметить отдельно. В фавильоне сделали парочку интересных закутков, которые сами по себе выглядят довольно увлекательно. Вот у них можно было нормально так залипнуть. Альтернативные версии, да ёбы. Смотри сюда, пикчер. Ну, я не знаю, что это за буква, это будет Э. Слишком тонкая линия. Но вот здесь тупо палки не хватает. Да, она должна висеть. Да, но тут палки нет, а бля, все, фейк. Да, ты не увидишь здесь оригинальных работ. Но за тысячу рублей погрузиться в лор такого значимого художника, я думаю, это того стоит. Я подумал, что это будет выставка Бэнкси, но не надо было так думать. Это выставка скорее о Бэнкси, нежели его. Даже если учитывать, что это копии, ты смотришь на них и ты видишь, что они сделаны с любовью. То есть, всё довольно качественно. Понятное дело, что работали другие мастера, но они работали и работали с душой. Это заметно, это даже неоспоримо. Вся выставка, она выложена определённым путём. То есть, вы начинаете на первом этаже, проходите все нужные коридоры, попадаете на второй, и там как раз реально выход через сувенирную лавку. То есть, вот даже в таких моментах чувствуется, что сделали не спустя рукава. То есть, люди понимали, что они делают, они шарили за Бэнкси, это всё определённо точно. И под конец, когда ты уже её прошёл, ты понимаешь, что твоё негодование, оно не имеет здесь места. Ну, блядь. Просто такое время, по-моему, сейчас на интеллектуальную собственность других художников, других стран, сейчас положат один большой хуй. И это, кстати, очень плохо. Неважно, что я об этом думаю, это происходит, как бы, это наша реальность. Как вы уже поняли, это лето, то время года, когда прям хочется подвигаться, какие-нибудь, там, приключения и прочее. Но сейчас ситуация изменилась. Погода портится. Больше времени, конечно, уделяешь рисованию. Как-то не хочется выходить на улицу, потому что там дерьмо какое-то. Ты смотришь, погода, отстой. Ну и, как бы, сам Бог велел засесть и порисовать. И я как раз-таки этим сейчас плотно занимаюсь. Хочу похвастаться парочкой работ, которые я недавно сделал. Вы не представляете, как я соскучился по возможности просто сесть и не отвлекаясь сразу нарисовать несколько работ. Крятко. Летом, по большей части, надо было куда-то ездить, что-то снимать. Было больше всяких блогерских заманухов, за которыми у меня уже успело созреть желание заняться художественной деятельностью. Посмотрев на свое портфолио, я заметил, что уже довольно давно не рисовал чего-то толкового. Да и в целом стал делать это значительно реже по сравнению с прошлым. И дело здесь не в отсутствии желания как таковом, а скорее в неправильном распределении задач и времени на их пополнение. Приоритет я поставил монтаж, задвинув свою художественную деятельность на дальнюю полку. За этим нужно следить, потому что мой радикализм постоянно перевешивает весы строго в одну сторону. А это в корне неправильно. Я это понимаю, но что-то делать с этим пока слабо получается. Надеюсь, это вновь нахлынувшее желание порисовать привнесет хоть какое-нибудь равновесие в этом вопросе. Интересно, вы слушали, что я сейчас говорил? Или просто залипали на процесс? Так, и кто это у нас тут получается? Эту работу в своем финальном виде я пару дней назад целил в свою телеграмму. Там ребята быстренько угадали, что это за персонаж. Интересно, а у вас получится? Кто шарит, напишите в комментариях. Это форма у меня уже довольно давно, но роспись как-то на нее изначально не ложилась. Я вообще ее дал сначала другой девочке, чтобы она на ней порисовала. Но у нее тоже что-то нифига не пошло, и в итоге я буквально недавно сделал вот это. Деревяшка реально такая многострадальная. Все эти разводы на фоне – это результат многочисленных неудачных попыток. Я решил ничего с ними не делать, посчитав их неотъемлемой частью этой работы. Также в этой работе экспериментировал с лаками. Вот видите, это розовая стрела, мало того, что флюровая, так еще и в глянце, что на фоне остальных матовых деталей выглядит очень вызывающе. Вещь получилась довольно объемной и, на удивление, приятной на ощупь. Но это еще не все. Мысль о том, что картины могут быть многоуровневыми, не давала мне покоя, и я решил дальше экспериментировать в этом направлении. Конкретно эта вещь на заказ, и здесь я изобразил нашего горячо любимого Артура Моргана из РДР-ки 2. Между ним и фоном находится проставка, что позволяет добиться довольно интересного ощущения объема за счет появления динамичной тени. Все зависит от освещения, под которым находится панно. Довольно интересный эффект, не находите? Ну, этот товарищ, можно сказать, уже в частной коллекции, скоро он от меня уедет. Но если вы хотите нечто подобное, обращайтесь, я вам нарисую. Или вам, например, захотелось приобрести уже имеющиеся работы. Тогда смело обращайтесь, все контакты в описании. Наличие работ будет пополняться, и в новых видосах я обязательно вам все покажу. По поводу выставки. Что касается мнения Ростислава, то с ним вы можете ознакомиться в ролике, который он планирует выложить у себя в телеграм-канале. Загляните в описание, там вы сможете найти все интересующие вас ссылки. Прошу поддержать ролик лайком и комментарием. Я уже видел, у вас это классно получается. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...